МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святает служба информации Телераду компании Гомелю, студией працует Маргарита Котова. Глядите в этом выпуске. На прамке развития краины 6-й Усебелорусский народный сход завершился принятием выниковой резолюции. Пригожая дата для шлюбу, як у ЗАГСах, сустракаюсь День Святого Валентина. А зараз об этом и іншим больше подробно. 310 делегатов от Гомельской области проняли удел у работе 6-го Усебелорусского народного схода. На протягу двух дн обмерковывались основные направки социально-экономичного и громадско-политичного життя краины. Выникам посяжения стало принятие резолюции и звороту. У Палаца Республики працавали и наши корреспонденты. До Усебелорусского народного сходу Гомельская область трыхтовалась агрунтовна. И размова не только об выборах 310 делегатов. У районах было проведено коля 600 диалоговых пляцовок. З выше 300 огушенных на их пропанов передадзены у рабочую группу по подрыхтовцы Республиканского форума. А про шатаго, коля 800 пытаннёв было огушено на громадских приёмных. Под час работы шостого Усебелорусского сходу президент краины пропонавал делегатам ясшера замерковать темы, які сёння хвалюють усіх, основные на прамке социально-экономичного и громадско-политичного життя краины у сучасных реалиях. Где есть резервы и конкретные предложения по дальнейшему развитию? Как нам в условиях пандемии и внешнего давления жить дальше? Какие предпринять меры для того, чтобы обеспечить экономический рост и достойный уровень жизни людей с социальной поддержкой нашего населения? Это основа нашей экономической модели, суть белорусского социального государства. А предложения, идеи могут быть разными. Не обязательно только те, на которых акцентируем внимание мы в руководстве страны и нашем правительстве. У меня одно требование, и вы его хорошо знаете. Повторюсь, всё должно быть открыто и реально. Нам бояться некого. Не голые теории рассуждения и красивые слова, а конкретные меры, которые дадут результат для нашей экономики и для наших людей. Второе. Мы должны пристально рассмотреть вопросы общественного развития, роли граждан политической жизни страны, подумать над возможностью корректировки основного закона. Как я уже неоднократно об этом говорил. Ещё одна тема. Распределение властных полномочий, усиление роли местного управления и самоуправления. Мы должны максимально приблизить центры принятия решений к людям, обеспечить постоянную, эффективную обратную связь между властью и населением. Это должно исходить и из жизни, и от наших людей. Никакой надуманности быть не должно, ибо будем иметь обратный эффект от такой перестройки. Мы за этот год научились понимать, что та страна, в которой мы живём, очень ценна. И если её не сохранять, если не идти намеченным курсом, мы можем много чего потерять. И именно в речи президента, практически в каждом постулате, который он говорил, это звучало. Поэтому сегодня, возвращаясь на Гомельщину, мы видим те задачи, которые надо делать. Мы знаем, куда надо идти. У выниковой резолюции перелишиваются приоритетные направления державной политики на эту пятигодку. Полепшение якости життя насильства, створение новых вытворчостей и модернизации иснующих, полепшение транспортной инфраструктуры и поглубленная перепроцовка местных ресурсов. И, макшима, самое главное для районов, региональное развитие называется приоритетным накерунком державной политики. Пор, конечно, будет, прежде всего, это на промышленность. Резервы есть ещё у нас в сельском хозяйстве. Ну и, конечно, больше внимания уделим мы социальной сфере. Потому что забота о человеке – это прежде всего. Это уделим внимание достойное медицине, образованию, ну и, конечно же, воспитанию нашего подрастающего поколения. Много у нас сделано, конечно, в районе, но много ещё предстоит сделать. Счастливая семья – яше один державный приоритет. Узмацнение традиционных семейных каштонностей, якея, заснованное на физичном и духовном добробыте, выховании детей и створении комфортных умов для життя. Пришим створаться такие умовы будут непосредственно по месту жихарства людей. Часть такой работы выполнили. Спасибо нашему губернатору, он помог, выделил средства. Мы в каждом районе сделали универсальную, крупную спортивно-игровую площадку. Кстати, они пользуются очень хорошей популярностью, большой популярностью. Я это сам неоднократно видел, когда и дети, и взрослые, и подростки, там, всех возрастной категории гамильчане отдыхают, занимаются спортом, развлекаются. Ну вот я хочу, и то, что президент сказал, это должна быть действительно программой действий. И до питания экономичного развития. Сгодно с решением 6-го Усебелорусского народного схода, ключевыми факторами станут эффективное размиркование ресурсов и развитие организаций всех формов властности. При этом работникам державных предприемств гарантуется уповненность в заховании працовных мест. Особным родком у принятой резолюции делегаты окресли такие важные для всех моменты, як справедливое ценотворение, примальные тарифы на основные послуги, эффективную занятость и годную оплату працы. Мы еще четко для себя поставили задачи, которые определены президентом. Это, в первую очередь, инвестиционные проекты, которые ставятся перед губернатором. Ну и, конечно, это развитие тех проблемных вопросов, которые нас сегодня волнуют. Это, в первую очередь, сельское хозяйство. Мы видим, что у нас здесь есть проблемы, и мы должны его развивать. И, конечно, самый главный вопрос – это строительство жилья на селе. Ну и, конечно, мы не снимаем вопросов, которые сегодня связаны с реализацией Чернобыльской программы. Президентом поддерживается данный курс, и программные документы мы активно реализуем. И в текущем году в Ходницке, на Волянском районе, мы это, и в Брагинском, это все реализуем. Поэтому задачи поставлены, будем выполнять. Олег Сынцюров, Сергей Краснобород, Валера Игапанько, телерадио-компания «Гомель» из Минска. В регионе означается рост сколькости пожаров в жилом секторе. С начала года – омаль 150, что на 66% больше, чем за аналогичный период 2020-го. Причина первоважной большинства здоровья неосторожно обыхода не за гнем. На рост сколькости у сгорания поплывала низкая температура поветра, и, как следствие, неправильная эксплуатация пешного оттепления, перегрузка электросеток и выкористание несправных обагровальников. Попередить небеспеку до ее возникнения – головная задача, как воротовальников, так и мясовых улад. С уместными намаганиями проводится широкомасштабная профилактическая работа. На территории региона наглядальные комиссии по час рейда ожитивляют контроль дома уладания. В Гомельском районе работниками Гомельского областного управления МЧС проведен рейд гражданам, оказывалась консультативная помощь в области безопасности жизнедеятельности граждан, а также проверки домовладений на соблюдение всех норм и правил по пожарной безопасности. У спальных помешканьях воротовальники рекомендуют усталевывать автономные пожарные повершальники. Под час мостных морозов не треба кидать в топку великую колькость дров альбо в угля, обыгрывать дом, левшую некольки заходов. Топка пеши повинна завершиться как минимум за две годины до сна. Державтоинспекторы попередживают автомобилистов и пешеходов об несприяльных дорожных умовах за надворья. Уличиваете это перед початком поездки, а также реально оцениваете стан своего авто и властные навыки кирования подчас заверухи и гололёдицы. На дорогах снежные заносы и мощные порывы ветру. За снегопадом башность значно погоршается, что истотно отбивается на беспеции дорожного руху. Ежедневно из числа сотрудников госавтоинспекции формируются наряды для координирования и взаимодействия с коммунальными организациями и предприятиями. В связи с чем оперативно устраняются нарушения в сообщении транспорта, а также принимаются меры к очистке проезжей части. Также на постоянной основе сотрудниками госавтоинспекции оказывается всесторонняя помощь участникам дорожного движения, как буксировка транспортных средств, так и замена колеса в данных погодных условиях. Особливо небеспешны в ближайшие сутки поездки на далекие от леглости. Ведома лепшим рашением будет покинуть свой автомобиль до больших сприяльного перееду и скоростаться послугами громадского транспорта. Водители, у которых непогасть застала у дороза, закликают быть вельми уважливыми и осторожными. Не робите резкие торможения и небеспешные маневры за рулем. Выбирайте беспешную дистанцию и худкость. В обовязковом парадку корыстайтеся рамянем безопасности. Санаторый машинобудовник стал переможцем международного туристского фото-видеоконкурса «Дива Евразии». Экскурсия в вершах от директора установы завоевала увагу журы и отримала первое место в споборнице, в котором принимала в дел больше, чем тысяча проектов с 15 краин. Наши корреспонденты наведали санаторый, ка пагуторы с креатинным директором об развитии туризма у перед закрытых межау. У конкурсе «Дива Евразии» санаторый машинобудовник примал удел и у попередние два годы. Однако выше за третье место подняться не удавалося. Звычайному белорускому санаторию тяжко конкурировать с российскими объектами, у видеороликах яких сдымаются зорки шоу-бизнесу. Однако, прислухавшися до комментариев журы и проанализовавши работы конкурентов, в минулом годе машинобудовник со своим видео завоевал первое место. А кроме перемоги у номинации «Экскурсия» с директором, санаторый так само занял другое место у номинации «Гумор в туризме». За пандемией презентовать свои работы пришлось онлайн. Зачастую нам всегда говорили о том, что у нас намного лучше, чем мы на фотографиях выглядим или лучше, чем в видеороликах. Как показать так, чтобы человек сразу увидел и захотел приехать. Потому что, что такое продавать товар? Его можно всегда пощупать, потрогать, покушать, попробовать. А что такое услуга? Это то, что намного сложнее. Это нужно уметь красиво так рассказать, так показать, чтобы человек уже влюбился заранее, прежде чем он попадет в эти стены красивые. Уапошний час санаторий умыцавау свою лечебную базу. Зараз тут пропануюсь реабилитационную программу для людей, які перенесли пневмонию. И она включая электросвятлоречения на аппаратах магнита-турботрон и биоптрон. А так само озонотерапию, наведывание соляного покою, надвенную лазеротерапию и психологичную реабилитацию. За изнижение колькости замежных туристов машины будавник перерэнтовауся на внутренний рынок. Беларусы учакают туры выходного дня со спа-процедурами и крыа-сауной. На территории санатория открылась кафе и де реконструкция аллеи закаханых, каб гамельшане могли тут святковать свои памятные даты. Дарыша, кроме санатория машинобудавник у международным конкурсе Дива и Уразии, в першиню примала удел управления спорту и туризму гамельского облвыканкама. Специалисты подрыхтовали видеопрезентацию нового военно-патриотичного маршруту «Вечный память суживы». И он занял другое место у номинацию «Туристичные маршруты и экскурсии». Этот маршрут включает в себя посещение памятников, военных памятников в Жлобинском районе памятникам детям Великой Отечественной войны, в Светлогорском районе памятник Багратион и Алла. Этот маршрут не зря назван военно-патриотический. Поэтому, например, сегодня мы считаем, что каждый гражданин нашей страны, а региона нашего просто обязан посетить данный маршрут. Зараз представники Гомельской области ведут перамовы с Архкомитетом «Дзива Яуразии» об створении аналогичного туристского конкурса в Беларуси. И он допоможет субъектам национального турбизнеса научиться лучше презентовать себе и свои послуги. Ганна Корольчук, Вольга Коновалова, Валерия Панько, телерадокомпания «Гомель». 14 лютого в большинстве краин света означается День Святого Валентина. И он же День у всех закаханных. Это свято католицкого похожения, историю якого налишево 16 годов. За этот час он перешел с разраду церковных в Светске. Аж 14 лютого лечится самым романтичным днем у годы. Наш корреспондент Ганна Корольчук сострелася с гомельскими молодыми, как доведаться тевера тьяны в магичную силу этого свято. Ганна и Дзянис Йолаш сострекались полторы годы. Потом вырешили ожениться. И хоть пропанова была сделана еще в 2020-м, молодые люди вырешили не рисковать и не расписываться в высокосный год, а подчекать наступление нового. Для створения семьи брали люстраную дату 12.02.2021. 12 лютого в узах с их краины суправдый весельный бум. Только в Гомеле в этот день явились 53 новые семьи. А все потому, что кроме ожидающих случиться в узами шлюбу уникальную люстраную дату, в этот день так само расписывали те, кто хотел примерковать свое веселье до дня Святого Валентина. К сожалению, у нас 14 февраля выпал на воскресенье, поэтому мы решили предложить молодоженам зеркальную дату 12 февраля 2021 года. Пары с удовольствием согласились, поэтому у нас сегодня в городе Гомеле праздничный бум. Много молодоженов. В нашем ЗАГСе сегодня 16 пар. В том году у нас было немножко меньше пар, у нас было 9 пар, но это в связи, наверное, с пандемией. На пытание те верать закаханную магию Лишба у антизаступництва Святого Валентина пара отказывает, что не особо. А дату выбирали, как легко было вспомнить, кале отзначать юбилей. Такую докладно не забудешь. Мы дату выбрали специально 12.02.2021 время у нас тоже выбрано специально 12.20. Если честно, особо таких вер нет, то просто понравилось красивое число. Дату выбрали сразу, а время, так я думаю, давай-ка и 12.20 возьмем. Ну, взяли и нормально получилось. Вообще красиво. Легко запомнить. До дня у всех закаханных для молодых организовали некольки сюрпризов. До початку церемонии им пропоновали написать один-одному пожадание на паштовках, якие потом привязывали до поветранного шара и отпускали на счастье у неба. А уже после церемонии счастливых молодых веншевала Юлия Пирогудова. Месяц Беларусь-2014. Я верю только в Божью помощь, потому что благодаря этому у нас и появляются все счастливые минуты, продолжение наших семей, наши дети. И, конечно же, все, что происходит, отчасти мы создаем себе сами. Поэтому очень важно, как встречаешь друг друга вечером дома. Потому что, мне кажется, семья именно для этого и создается, чтобы каждый из нас был счастлив возвращаться домой. В минулом ходе в областном центре было зареестровано Амаль-3006. А сколько разводов испытаете вы? Не шумит. Только в отделе ЗАХС Хомельского горвоконка на 772 новые семьи произошло 103 развода. Это значит, в 7 разов меньше. Если вы, если вы не смотрели свое любение, это не значит, что не нужно отзначать 14 лютого. Во всем свете так само отзначается Международный день компьютерщика и день дарения книг. А в Америке даже есть День деваков-одиночек. Его философия в том, что счастье человека не залежит от наявности у его партнера. Ганна Корольчук, Игорь Марышченко, Телерадио Компания Гомель. Телемост злучил Гомельскую областную универсальную библиотеку Мя Ленина с сябрами нашего региона с Ростовской области. Сустреша была просвещена открытию у Петрушинской сельской библиотеки, что у Ростовской области литературно-этнографичного покоя народного письменника Беларуси Ивана Мележа. На года 100 годзе белорусского классика дареши три годы тому по инициативе старшини Гомельского областного отделения Союза письменника у Беларуси Владимира Гаурыловича и российского литератора Леонида Севера гэта библиотецы было присвоено имя нашого знакомитого земляка Ивана Мележа. На базе российской библиотеки что год ладятся конференции творчей сустречи у тым лику с гомельскими творцами, які удельничают у фестиваля «Бераги дружбы». Вельми приемно, что на Ростовской земли расчиню дзверы мемориальный литературно-этнографичный покой имя народного письменника Беларуси Ивана Мележа. Гэты проект узник не выпадкова. Я называю гэта проект тому, что вось на протягу уже десятка годов наша письменницкая организация плённа супрацовничая с литераторами Няклиновская района Ростовская область и Краснодарская краю. Не просто супрацовничаем. Мы за гэты час стали, можно сказать, с семьей и посебровали. Ну, можно вот у семьи, не каждая семья может похвалиться вот такими тёплыми взаимодносенными помежея членами. Затым простонники органов мясовой улады, забот двух боков, письменники, библиотечные работники и краезнавцы обмерковали дальнейшее супрацовничество у межах фестиваля у побратимов славянские литературные дожинки и бираги дружбы. Инклюзия шведскими и белорусскими специалистами. Задача показать тот опыт, который мы прошли на протяжении пяти лет сотрудничества с нашими шведскими коллегами ШЕМ-МЮЗИК, потому что те мероприятия, которые проходили, они стоят того, чтобы отдельно о них поговорить и, может быть, побольше вовлечь людей в тему инклюзии, в тему инклюзивного творчества, так как это очень хороший действенный метод, как показала практика, на пути вообще формирования вот такой социальной инклюзии. Таких проектов много, и я очень горда тем, что наша первичная организация, особенно Гомельского региона, делает много в этом направлении, и много проектов, и мы слышим об их успехах, мы слышим о том, как люди с инвалидностью начинают активно участвовать в жизни общества в разных сферах. У картины галереи Горелла Вашенки открылась выстава авторских лялек под названием «Морозка». С выше 300 работ проставила бобруйский мастер Наталья Ковалева. Это один из проектов международного бренда «Панна Долья», вядомого в нашей краине. На ведомнике выставы смогут окунуться в казачный свет детства и отчуть неполторную новогоднюю атмосферу. Наталья Ковалева давно вырабляет лялек и мишек, а сейчас сдалучила до этого своих вушников выхованцев детских домов семейного типа. Усягопады керавницам займаются 27 хлопчиков и девчат. Коллективные работы детей и эксклюзивные вырабы самой Натальи Ковалевой присвящены казашной тематации. В экспозиции дяды морозы, загадковые снягурки, веселые мишки, шаровные винтажные ляльки с фарфору, глины и папье-маше. Здесь есть определенные нюансы при работе с детьми, это же дети. Если ты успеешь схватить, то ты успеешь, но можно же не успеть. А дело в том, что работа, когда залита клейстером, она колышется, как медуза, она двигается, она очень подвижна, и если ребенок ее будет переставлять, ее может перекосить. Из-за этого получается пошел перекос, что делать, смотрим, начинаешь подкладывать, подвигать, смотреть, а почему бы сюда не поставить домик, а почему бы здесь не сделать дерево. Гэты и инши новинные информацию о проектах Толя Раду компании Гомель вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by На гэтым выпуск завершено. Усяго доброго и до встречи в эфире.